Всем привет, друзья, это Сафронов. У меня продолжение распаковочки из Америки, большая посылка, посмотрите, в описании будет ссылка на эту посылку, и там куча всяких игрушек, еще посылки идут, при помощи сервиса доставил LightMF и все рассказал там, в описании, все. Ну а сегодня, походу, одна из тех штук, которые у меня, наверное, недолго не задержатся, Адам, куда-нибудь, либо кому-нибудь, либо на Авито, либо куда еще, и вот эта вот штуковина, просто хотелось посмотреть на нее, а может быть она мне настолько понравится, что я ее оставлю, хотя обычно вот аниматроники я стараюсь либо, не знаю, ну просто они что, лежат, как бы время проходит, а никакой фишки в них нету, аккуратно запаковал, отдал, подарил, продал, что-нибудь такое. Вот, в общем, теперь стал пользоваться Авито, и после этого, как бы, может быть так хотя бы разберут, а на новые игрушки тогда закуплюсь. Короче, короче, Pets Alive. Я, как всегда, позже всех делаю ролик, когда-то кучу каналов уже сделал в свое время, там рассылали эту какую-то штуку, лама, которая смешно танцует и трясет попой. Может быть она будет реально, она поразит всех, и моих домашних, и я оставлю эту игрушку, потому что, ну, посмотрим обязательно. Дело в том, что это только моя лама, она необычная, она эксклюзивная практически, ну, точнее, мало где ее можно найти, она радужного цвета, у нее необычная шерсть, как видите, переливающаяся вот такая, якобы. Если обычно есть ламы, там, других цветов, белая есть, и, не знаю, розовая есть или нет, ну, в общем, то вот эта лама такая вот переливающаяся, радужная. Значит, что она умеет? Она умеет танцевать. Главное ее это достоинство и задача, то есть, это просто ламы. Ламы, вы знаете, я люблю, я когда-то вот делал ролики про мои ламы, и вообще как-то с ламами они прикольные, именно игрушки. Да и сами ламы тоже забавные, поэтому это прикольно. Зуру, неплохой бренд, иногда делают хорошие игрушки, иногда странные, иногда недоделанные, но в целом ничего, мне нравится большинство того, что делает Зуру. Кроме 5 сюрприз для девочек, ну, и для мальчиков тоже были странные. Дальше, смотрим на нее, она уже здесь у нас танцует колбасица в этой коробке. Доставил, кстати, с помощью LightMF, я вам говорил, сервис по доставке из Америки, посмотрите, ссылка в описании, вот так, вот так. А, да, ну, короче, да, вот у Зуру единственная претензия к ней, у нее игрушки с очень вот таким ограниченным функционалом. Прям они что-то одно только могут, и все, практически, и больше ничего. Но здесь понятное дело, что она тоже может что-то одно. И она что? Она крутится, она трясет своим хвостом-попой, и она вертит головой. И она, все это под какую-то мелодию. Мы можем протестировать, я думаю, что мы увидим весь функционал, который здесь есть, только нажав на эту кнопочку. Хотя, может быть, и нет. Итак. О, короткая демо. Ну, слушайте, это было прикольно. Это было интересно, это было неожиданно. Ну, то есть, я не думал, что она прям так активно двигается. Для аниматроников это неплохой прорывчик, потому что обычно они такие медлительные и с резкими движениями. Хотя, с другой стороны, вы помните аниматроников, которые я купил в таком-то магазине, которые песни пели странные, там, «Сиреневый туман» и всякое такое? И, в общем, они были не менее насыщенные. То есть, они были тоже с музыкой, они были тоже с фишками всякими, и они стоили по 500 рублей. А у нас эта лама довольно дорого продается. Хотя, в Америке, там, я заказывал, она была не такая дорогая. Но, все-таки, это бренд, все дела. Так, как ее отсюда вытащить? Видимо, придется как-то распаковывать за кадром. Хотел прямо при вас посмотреть. Ну, собственно, тут, скорее всего, никакой особой-то инструкции не нужно. Ну, что, только по смене батареек и все. Так, вытаскиваем вот этот вот. Вот этот вот. Я вообще коробки люблю сохранять, потому что они... А тут есть, да, какой-то секрет, почему она не вытаскивается. Потому что они как память, да, прикольная. И потом можно их, опять же, отдать куда-то. Вот, но, но... В целом, коробки – это полная фигня. Потому что, конечно, красиво и прикольно, но играть-то хочется с самой игрушкой. Если вы хотите с ней играть. Так, у нас тут какое-то есть вложение. А, ну, тут, собственно, инструкция по замене батарейки. Кстати, здесь, да, как вы уже поняли, батарейки идут в комплекте. То есть, она изначально с батарейками. Это приятно. Это приятный момент, когда не нужно специально для игрушки еще батарейки какие-то мучить. Так, дружище лама, как тебя достать из твоего плена? Получится как-нибудь это сделать? Потому что хотелось бы сделать это максимально аккуратно. Но, ладно, давайте закажем сейчас. О, освободил нашу красотку. Вот она. Вот она, красоточка. А это у нее как будто этот, знаете, шильтик такой. Кстати, могли бы повесить настоящий такую повязочку. Типа брелочек бы был. Тоже пожадничали Зуру. Ну, окей. Вот такая лама у меня в данном случае. Посмотрим на нее. Значит, здесь, понятно, кнопка для того, чтобы она демо-режим свой запустила. Или вообще запустила. Переключение будет, скорее всего, внизу. А так, здесь одна единственная кнопка. Больше других кнопок нет. Это не интерактивный питомец. Это просто, просто танцующая, тверкающая лама. Тверкающая лама. Вот просто тверкающая лама. Вот она тверкает, смотрит на вас и тверкает. Вот так. Вот. Еще, кстати, у нее, видите, в неудачном месте шильдик могли бы где-нибудь сбоку разместить. Вот здесь, когда можно было бы отрезать. А то здесь будет видно, потому что она же будет попой трясти своей. Надо же смотреть на нее. Но по ощущениям это абсолютный аниматроник. Вы знаете, есть вариант, может, подвернуть ее это. Разобрать, посмотреть, что внутри этой ламы. Кстати, жалко, опросы убирают. Может, напишите в комментариях. Разбери ламу, срежь с нее шкурку, посмотри, что внутри. Может, вам интересно будет. Если будет много таких комментариев, то, может быть, такая ее ждет судьба. Неизвестно посмотреть. Но, может быть, вам интересно, как именно это. Хотя вы можете посмотреть ролик про аниматроников. Аниматроники Сафронов. Набрать. И помимо там Фреддис, Five Nights at Freddy's, там будут вот видео с этими аниматрониками. А, или можете Hatchimals. Вау. Набрать. Там я показал тоже устройство его, которое растет этот жутковатый. Так. Ну, соответственно, здесь чувствуется, она не мягкая. То есть, у нее шерстка мягкая, но у нее твердые. И вот здесь вот копыта. Вот вы видите, вот они все механизмы и все всякие балки, палки. Вот они не просвечивают. Ну, как это? Можно почувствовать их. Вот что здесь. Это просто какая-то вот такая ребристая, пластиковая. Или даже, может, металлическая. Наверное, пластик какой-то. Копыца вот сделаны вот так. И просто здесь натянута в свободном таком виде. Не приклеено ничего. Вот эта шерстка. Шерстка, конечно, красивая. Она немножко так блестит. И вы видите, переливается. И морда этой ламы. Морда этой ламы. Ну, прикольная такая дурашка. Сверху у нее чубчик, который слегка лезет. Немножечко, но не сильно. Сделан из другого материала. Так же, как и сделаны, собственно, ножки и ушки. Вот здесь вот эти вот мягкие розовые. Соответственно, хвостик такой же. В хвостике нет механизма. Только вот здесь. То есть, сама вот эта вот жопка ее. Это вот такой один или два или один такой бублик. Типа вот здесь батарейный блок, понятное дело. Здесь на каком-то шарнире находится вот голова. В самой голове тоже есть какое-то утолщение такое. А выше голова мягкая. Единственное, что у нее мягкое, это вот эта вот голова. Ну и, собственно, все. Ну, может быть, там какой-то заложен поролончик, синтеплончик. Но, скорее всего, просто плотная вот эта вот ткань. Вот она просвечивает, эта ткань, кстати. Вот разобрались с этой ламой. Сюда четыре, по-моему, пальчиковые батарейки. Сейчас посмотрим. Нужны, да, обычные батарейки. Четыре штуки. Хоба. И можно раскрутить, достать, но тут они в комплекте. И также есть три режима. Это тестовый режим, выключено. Вот так она выключена, то есть полностью. И так она работает. То есть, она так у нас в полном своем режиме. Ну что ж, давайте смотреть на этот зажигательный танец. Надеюсь, у него нет авторских прав на эту музыку у YouTube. И мы посмотрим. Но иногда придется мне что-то говорить, потому что вдруг, а вдруг. Итак, нажимаем и... Ну, это смешно. Короче, вот именно у этой ламы три должны быть какие-то новые песни. Три новые песни у этой ламы. Еще разочек, давайте послушаем следующую песню. Итак. Она у меня завалилась. Ну пусть так танцует. Смешнее. Слушайте, очень смешно, но очень короткие песни. Ну и третья песня. Я ее вставлю не той стороной. Не знаю, лучше или хуже, чем у оригинала эти песни. Или нет. Ну почему они такие короткие? Почему они такие короткие? Я думал, что она дольше будет как-то танцевать. Может быть, у нее есть какие-то режимы? Нет? Сейчас посмотрим. Нет, друзья мои, ничего подобного. Просто... Просто вот эти короткие песенки. Она, конечно, сумасшедшая абсолютно. Ну, смотрите, она всего несколько секунд. Вот, то есть, ну понимаете, как с ней играть? Непонятная история. Спас с ней ложится. Во-первых, ее можно сломать и можно оторвать голову или что-то еще такое сделать. Потому что голова, как вы видите, у нее подвижно, но я имею в виду там свинтить какой-то элемент или сломать здесь ногу, потому что если пластиковые, скорее всего, они пластиковые, эти элементы, их можно легко сломать. Поэтому ее не особо с собой там возьмешь в кровать. Просто стоять где-то на полке будет она пылиться. Ну это что, пылесборник. Танцует она очень мало. Даже не записать какой-то... Ну для ТикТока нормально, но для игры или вместе потанцевать с ребенком. Он не втянется в игру. Почему такие короткие песни? Может быть, батарейки слабые? Должна ли она дольше петь и играть? Я не знаю. Сейчас надо будет узнать и уточнить. Ну-ка. Тверка еще лама. Да. Вот. Все. Может быть, из-за того, что батарейки... Но, скорее всего, нет. Я почти уверен. Может быть, именно в этой версии такие короткие песни. Но тоже навряд ли. Короче, вот такая вот лама. Она, конечно, милая, прикольная, классная, веселая. На нее посмотреть очень весело и забавно наблюдать за ее танцем. Классно придумали, что она вот этим головой раскачивает. И благодаря вот этим твердым копытам создается этот опыт, как действительно какого-то копытного животного. Смешно трясет своей жопкой. И веселые зажигательные мотивы. Минус в том, что, действительно, вот я озвучил уже, нельзя ни с ней, ни лечь, ничего. Там в кровати, ни ребенку дать ее, наверное, нельзя будет. Да и просто самому сломаться не с этой. Но я имею в виду, что, понимаете, такое себе. Вот. Удовольствие. Но, в общем, в общем, и к тому же, вот, я говорю, очень короткий. Если просто ребенок, чтобы танцевал, ну, прикольно, если бы ребенку, да, танцует бы, с ним танцевал бы. Там, если маленький, там, 2-3 года, ребенок, смешная лама включил, и он танцует. Приучает к танцам, чтобы там раскрепоститься. Одному танцевать нет, взрослый танцует страшно. А лама вроде прикольная. Но это, к тому же, не сильно отличается от тех аниматроников, да, которых я вам тогда показывал. И реально, реально. Ну, здесь только вместо вот одной песни какой-то странной. Другая, другой странный функционал. Ну, тоже странный, более, как бы, адаптированный для детей. Но все же аниматроники такие же странные. Ну, вот, я посмотрел обзор у Закопыча. Можете посмотреть, тоже его Денис, мой друг. И поэтому, как бы, он не обидится. Поэтому, если вы посмотрите его обзор, передайте, передайте ему, там, привет внезапно. Под его роликом с ламой. В общем, просто взгляните сами, что она может. В общем, вот, видите. Ну, кстати, мелодию я послушал, мне эти нравятся у этой ламы больше, которая. И как она двигается, эта лама, тоже поприкольнее. То есть, это вот тэ-тэ-тэ, видите, голова тэ-тэ-тэ-тэ, тэ-тэ-тэ, тэ-тэ-тэ-тэ, под вот этот ритм. Все. О, вставочки смешные, у меня их нету. Так, вторая. Вот это тоже такое. Все, короткие, короче, мелодия. Так, давайте. Тоже самое. Послушаем четвертую. Третью. Третью. Денис, третью. так нет у меня прикольнее намного мелодии слушайте они специально так сделали я думаю ну вообще вот вы увидели что те же самые те же самые движения практически чуть-чуть отличается и то есть тоже короткий главное чтобы узнать что у той ламы которая типа обычная белая тоже король короткие мелодии но другие это конечно прикольно модные молодежь но это вот похоже под эту мелодию трясет узкой у меня коврик такой она нормально работает стоит ну просто это на этом коврике давайте вот я по столу нас из грохотать будет конечно давайте должен быть хотя может заваливается надо было сразу да на куна столе стол уже надо менять перевернутая обратная сторона стола не заваливать заваливается заваливать можно отключить о узнал функцию что можно в любой момент нажав на кнопку не включается новая мелодия отключается это вот мы сегодня узнали про эту ламу многое лама в чем-то прикольная веселая смешная но в целом как бы вот так я посмотрел стоимость их изначально было в 3000 рублей у этой ламы ну то есть как бы понимаете да сейчас на нее там то скидки то не скидки где-то есть где-то нет ну в общем в 3000 рублей за такую ламу хотя ну накинули вот там новым аниматроники здесь зуру типа лама с музыкой про боли проработаны больше для детей и все у меня закончились 500 рублей прибавляет я думал 500 еще 500 еще вот ну полторы тысячи окей но 3 конечно на старте это тумач ладно друзья мои ждите еще обзоры ставьте большие пальцы вверх так победим и не забывайте по ссылочке в описании всякая информация это лама или не лама будет на авито или не будет на авито заказывайте вы из из америки любое ваше действие будет полезно или просто писать комментарий и подписаться и лайк поставить пока